Народ там тусуется, народ активно посещает социальные сети, но конвертация оттуда покупателей или клиентов для малого бизнеса практически нулевой или близких к этому. Практически невозможно найти кейсов на рынке, который показал, например, что мы сделали активную компанию в social media и благодаря этому у нас там появилось 100 клиентов по продвижению. Или там я сделал небольшой интернет-магазин, сделал его в фейсбуке и у меня теперь продаются там ноутбуки. Это нонсенс. То есть для больших брендов поддержка имиджа и так далее это работа. Для среднего и малого бизнеса это, конечно, было бы открытием года, но оно не произошло. Безусловно, что его верить-то? Я знаю, опять-таки, покатавшись по западным конференциям, я посмотрел, там совершенно все серьезно. Там рассказ про социальный маркетинг ведется не в рамках «давайте раскрутим группу ВКонтакте и там будет 150 тысяч человек». Там разговор идет в лидах, там разговор идет в деньгах полученных, увеличение оборота, увеличение рыночной доли на каком-то достаточно конкурентном и вполне даже не интернетном бизнесе. Речь идет там о увеличении конверсии, увеличении частоты покупок, создании лояльного сообщества пользователей и так далее и тому подобное. Там есть громадное количество серьезных тем, а возможно это вопрос школы. На западе школа маркетинга, там просто нормальные специалисты по маркетингу и у них есть еще один канал. А у нас, к сожалению, порог входа в любой интернет-бизнес, он достаточно низок, он способствует тому, чтобы специалисты сначала списали домашние пороги, а потом пришли продвигать что-нибудь в смысле СММ. Мне кажется, что для малого и среднего бизнеса это как раз может быть гораздо больший эффект, чем для большого. Потому что для большого бизнеса это в первую очередь имиджевый эффект. А малый и средний, я знаю массу небольших предпринимателей, магазинов, которые строят свои целые магазины и сети именно там на Апи Контакта или Фейсбука, вообще не имея собственного сайта. Я думаю, что это может быть. Вопрос в том, что, к сожалению, не знаю, либо так рекламные агентства себе идут, либо у нас так это поставлено, что у нас сейчас сама цель это вот создать группы, направь туда людей. Но, к сожалению, нужно понимать, что это всего лишь средства достижения цели, то есть там тех же продаж. А у нас, к сожалению, наличие самой группы это и является самой целью, что в корне неправильно. С социалками работать достаточно тяжело, потому что аудитория гуляет очень сильно, интересы, конкретные предложения бизнеса надо как-то вписывать в текущий поток. Работает, но для этого надо уметь с ней работать, учиться работать. Честно говоря, пока не верю. Я не думаю, что люди пойдут искать, например, покупку какого-либо быстрая импульсивной товара или услуги, которая им нужна прямо сейчас, например, вызвать такси или купить, я не знаю, букет цветов прямо в социальных сетях. Скорее всего, все равно бы люди будут вбивать свою потребность. Вопрос в другом, ведут ли социальные сети поиск? Возможно, это в ближайшее время произойдет, но я в это сильно не верю. Мне кажется, что пока поисковые системы будут оставаться поисковыми системами. Возможно, в некоторых темах социальный трафик будет достаточно эффективен, особенно это касается каких-то игровых индустрий, ну, индустрии развлечения больше. А вот в конкретно малом бизнесе, наверное, будут хорошие решения, которые будут хорошо конвертировать этот трафик. Ну, к сожалению, трафик из социальных медиа, он сейчас в первую очередь рассчитан на увеличение лояльности к бренду, к товару и еще к чему-то. Но с точки зрения конверсии он гораздо хуже того трафика, который идет из поисковых машин и из контекстной рекламы. Поэтому, если говорить для малого и среднего бизнеса, для которых как раз лояльность в меньшей степени важна, чем прямые продажи, то он гораздо хуже. Хотя в дальнейшей перспективе, скорее всего, социальные медиа достаточно тесно перемешаются с тем же самым поисковыми сервисами. Я верю, значит, счастье будет у того, кто интегрирует социалку и поиск. То есть я думаю, что шансов никаких нет у тех, кто владеет только социалкой и только поиском. И счастье будет, например, у того же Mail.ru, у которого полный пакет. Это свой поисковик, две социалки, Google Plus со своей социалкой плюс поиском. Вот у них будет счастье, и это отличный инструмент для малого бизнеса. Когда мы ищем что-то в Гугле и таргетируем не только по фразе, а еще и по полу, возрасту, достатку и так далее. То есть я верю вот в такое. А все эти накрутки сообществ, группы – это все профанация. Во-первых, я верю в социал-медиа и в то, что этот тренд будет расти, развиваться и в какой-то момент будет очень заметную роль играть в нашем интернет-маркетинге. Если говорить про малые компании, то сейчас, конечно же, социальные сети для них малоприменимы. Хотя тут, конечно, не без исключения, есть нишевые какие-то предложения, нишевые даже типы компаний и рынки, где это имеет смысл. В малом – да, в среднем – нет, я бы так сказала. Малый бизнес – это личные отношения с каждым клиентом. Личные отношения в социал-медиа замечательно налаживаются. Приходит менеджер, общается в группе на тему, которую он любит, но и заодно немножко продает. Отличный, очень эффективный способ с точки зрения траты денег и очень неэффективный способ с точки зрения траты времени этого самого менеджера. Все попытки каким-то образом автоматизировать социал-медиа-маркетинг, каким-то образом уменьшить присутствие человека, они, естественно, ни к чему хорошему не привозят. Поэтому для среднего бизнеса это уже не очень хороший вариант. Зато для крупного бренда, кому не важны непосредственные продажи, а важно уже, чтобы о нем больше знали, это опять становится эффективным. Продолжение следует...